Доброе утро всем! Мы напомним, что тема нашего сегодняшнего эфира «Куда уходит детство?» Сегодня мы расследуем, куда же оно все-таки уходит. Дмитрий Соловьянов, Анна Шамбадал в студии. Так вот, детство проходит совершенно незаметно, но именно в детстве мы делаем один из главных выборов жизни. Поделяемся с тем, кем мы станем в будущем. А чтобы этот выбор можно было сделать проще, в Челябинской области запустили акцию «День без турникетов». В чем ее суть, нам расскажет организатор этой акции Екатерина Баймухаметова. Доброе утро, Екатерина! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, в чем цель проекта и как он вообще появился? Основная наша цель – это, конечно же, профориентация школьников и студентов. Показать то, что наш Челябинск – это не только серые заводы, а очень много интересного всего есть в нашем городе, и можно действительно выбрать ту профессию, которая тебе интересна. Идея у нас появилась, буду честна, мы подсмотрели эту акцию наших коллег московских. Хорошо. Нам понравился формат, и мы предложили реализовать эту акцию здесь у нас. Руководство нас поддержало, и вот уже с апреля месяца мы ее реализовываем. Если мы правильно понимаем, уже второй раз у вас, так скажем, вторая волна будет идти, правильно? И что вы можете сказать, какие выводы сделали после первого запуска, сделали действительно кто-нибудь из школьников свой уже выбор, кто-то уже определился или нет? Есть какую-то статистику вы ведете? Да, естественно, акция очень понравилась, потому что многие предприятия не принимали у себя раньше экскурсии для школьников, и многие не могли раньше попасть туда. В рамках нашего предприятия, предприятия открыты, готовы сотрудничать, принимают активно ребят. И за первую волну у нас прошло около трех тысяч людей в акции, и вот сейчас уже за месяц акции, которая идет в этом семестре, у нас прошло около двух тысяч ребят. Так, мне кажется, сейчас стоит поговорить, Дима, о компаниях, которые принимают участие, и с кем вы еще планируете сотрудничать? Более 30 предприятий с нами сотрудничают. Если в первую волну это были в основном промышленные производства, крупные предприятия, то в этот раз мы ребятам решили показать, так скажем, более гуманитарную, что ли, сферу. В этот раз мы ходим в кардиологию, мы ходим в театр драмы, в стоматологию, в станции переливания крови, в ветвь лечебница, модный дом, гостиницы. То есть в этот раз мы показываем более такую сферу, творческую, так скажем. Катя, расскажите, пожалуйста, как вообще школа может оформить заявку? Любая ли школа может принять участие? Школа может принять участие абсолютно любая. Для этого нужно прислать заявку нам на почту, без турникетов 74yandex.ru, о том, куда бы вы хотели и в какой день. Если это предприятие уже занято, мы предлагаем те варианты, которые свободны. Также можно увидеть графики в нашей группе в соцсетях. Сейчас какая-то очередь, наверное, есть на предприятии или нет такого? На самом деле очереди нет. Мы в каждой школе стараемся подобрать то или иное предприятие, что интересно. Если что-то занято, школа всегда может выбрать кто-то другое. А есть какие-то предприятия, которые прям пользуются спросом? И вот там уже все расписано. ОТВ? ОТВ! Вот уже все понятно. Точно, да-да-да, мы с этим участвуем. Катя, хотел спросить лично такой вопрос. А вот видно вообще обратную связь? То есть дети, у детей глаза горят или они приходят, потому что учительница сказала? А на самом деле видно, как в начале экскурсии некоторые ребята приходят действительно, потому что их туда переслали, потому что учителю, может быть, это было интересно. Но уже к концу экскурсии у детей совершенно меняется представление. Очень это видно на промышленных предприятиях, потому что дети вначале приходят, думают, ну что там интересно, обычный завод, простые рабочие в какой-то грязной форме ходят. Но когда им показывают экскурсию, то ребята видят, что насколько каждый рабочий важен, насколько это слаженный процесс, и действительно это важная и сложная работа, что убери одного сотрудника, весь процесс встанет. Вот не так давно у нас на завод автомобильных прицепов ходила школа-интернат номер 4, и дети просто были в полном восторге. Многие сказали, что поняли, что это очень интересно, и даже решили, что нужно учиться именно на техническую специальность. Ну и мне кажется, хочется узнать про медицину, как ребята себя там ведут, и не боятся, не страшно ли заходить, смотреть. Очень нравится ребятам экскурсия в кардиологии, в станции переливания крови, ребятам очень интересно просится. Ну и плюс туда в основном идут либо классы профильные биологические, в основном просят туда, либо студенты медицинских колледжей. Здорово. Кать, спасибо вам большое, мы вас благодарим за замечательную вашу работу проделанную. Надеемся, что эта ваша компания никогда не закончится, собственно. И мы напоминаем, что у нас в гостях Екатерина Б. Мухаммедова, организатор акции «День быстрый турникетов». Совершенно верно, поэтому школы, дорогие, у вас есть возможность, воспользуйтесь ей. Но мы продолжаем, и далее у нас уже опрос. Давайте узнаем, какие же книги именно вы читаете своим детям. Интересненько. Продолжение следует...